Только в «Союз обувь» вы найдете модные тренды обуви этой зимы. Эффектно, красиво, стильно, в полной гармонии с комфортом и удобством. Только до 15 декабря скидка на каждую пару до 500 рублей. Спешите в наши магазины, ведь настоящая холода все ближе и ближе, а нужных размеров обуви все меньше. Информационный канал «Город» держит руку на пульсе событий. Мы продолжаем выпуск. Шестилетний Вадим Тимохин, за судьбой которого следила вся область, вернулся домой. Сегодня судебные приставы сообщили, что пропавшего месяц назад мальчика нашли. Его обнаружили в Нижегородской области. Он жил у незнакомой пожилой женщины. Как выяснилось, в соседний регион Вадима отвезли приятеля отца и оставили его там без связи с семьей. Сейчас мальчик вернулся в Киров вместе с мамой. В выходные кировским судебным приставам удалось обнаружить местонахождение пропавшего мальчика. Им помогли коллеги. Стражи закона вместе с матерью выехали в Нижегородскую область. Женщина не видела сына с 18 ноября, когда он пропал. Напомним, шестилетнего Вадима Тимохина объявили в розыск после того, как отец не вернул его матери после свидания. Супруги, напомним, разведены. Мужчина не сообщал, где он находится. Ребенка нашли в доме пенсионерки. Ее мальчик раньше не видел. По словам матери пропавшего, Вадим жил у знакомой ее бывшего мужа. Тот попросил приглядеть за ребенком. Двое незнакомых мужчин подъехали. Выставили ребенка из машины и уже, грубо говоря, собрались уезжать. Бабушка была в шоке. Она их остановила. Говорит, куда это вы поехали? Вы хоть объясните, что за ребенок, откуда и сколько нужно сидеть. Мужчины ей предложили сумму около 30 тысяч рублей. Сказали, что нужно будет посидеть. Сколько не объяснили. Сейчас Вадим дома с мамой в городе. Кировчанка после произошедшего требует справедливости. Вера Тимохина подала иск в суд на лишение бывшего супруга родительских прав. Также она намерена добиваться наказания для тех, кто помог ему увезти и спрятать сына в соседней области. Продолжение следует...